Ну, приводил ваш, вас вам скинул, но вы кратенько можете ответить, почему именно у Господа два вида искушений? Это болезни и гонения. Разве соблазн это не будет искушением считаться? Или соблазн это не от Бога? Понимаете, вот такой вопрос задается к Богу, не ко мне. Мысли человеческие никогда туда не проникнут. Мы только поверхностно можем сказать, почему. Переносимое. И все, что Бог допускает, это по его любви. Утопил мир, садом ушел в пропасть. Златоуст говорит, это по любви. Самая легкая какая болезнь, так и здесь искушение. Без этого нельзя. Борца не было, награды нет. А то бы дьявол он сегодня спрятал, бесов не было, и мы бы царствовали здесь на земле. Нет, в обратном порядке надо разыгрывать. Как совершилось крушение, трезубцем говорит, дева, древо и смерть, так и спасение. Так что здесь нужно 130-й псалом применить. Не смирял я души моей, как дитя, те отнятого от груди. Почему только два? А если начнем это на раскол вести слова, там за этим... Почему Господу только три искушения было в пустыне? Ведь эти вопросы-то не... на этом не останавливаются. А в этих трех вопросах, очень подробно Достоевский говорит об этом, заключаются все искушения мира. Их искушения через жену, через утробу, через путешествия. Ну, надо путешествовать. И он любил путешествовать. Макарий Александрийский, он лег через порог ноги протянул и говорит, «Дьявол, тебе нравится путешествовать? Тащи за ноги, сам не пойду». А то говорят, «Всем смертных грехов». Это не понятие. Не семь, а один. «И Дух Святой придя, обличить мира грехи, а правде о суде». Каком грехе? Что не верует в меня. Тут нужно научиться мыслить категориями священного писания. Неверующий человек, значит, это разбратник, это матерщинник, это обжора, это предатель, это нагло, это неблагодарный. Все там. Все. Абсолютно весь уголовный кодекс висит. В неверии. И революцию делать надо... Ее никто не будет делать, если верующий человек. А дальше сделали, что? К Богу поворачивать? Нет. Но они уже запах крови почувствовали, теперь начинают себя уничтожать. Перед войной оказалось, что дивизиями командуют капитаны, даже полковника нету. Всех успели убить. И поэтому ставить так, он сам по себе вопрос, требует разъяснения. Искушение – это испытание, слово испытание. А уж Бог знает, что лучше. Так как он сказал этим и этим-то, я на это силы все и бросаю, думаю. Но там искушение много больше от праздности. Праздности, искушение какое? Уныние. Я сказал немного, но совсем не два. Но их можно, конечно, в эту вязанку положить. К чему больше тянутся. Вот так вот. Потому что ответ получим только тогда, когда будем там. Почему дерево говорит? И листья для исцеления вечности. А какие листья? Тончайшее разумение. Мы смотрим сегодня, как через задымленное стекло, о чем Павел говорит. Вот когда солнце, бывает там закат или что-то такое, затмение солнца, и коптят стекла и смотрят. Сквозь тусклое стекло. Мы даже все знаем где-то. И Златоуст никогда не настаивал, что иначе бы после Златоуста никто не говорил. А после него сколько еще сказано по тем же самым темам, по которым он говорил. Отсюда вопрос. Закон в счет Златоуст не видел, что это надо. Не надо так рассуждать. Каждому отмерено, сколько есть. Я эти вопросы тоже ставил. Вот канон Андрея Критского. Тысячу сто лет прошло, и никто его не коснулся. А мне, я считаю, Господь показал. Надо на три ступени возводить этот канон. И когда говоришь, какая причина канона, даже игумен Сахаров здесь был, Кирилл. И я, говорит, никогда не знал это, что он Анапиму Шестому Вселенскому Собору подписал. И потом, вот как, помилуй меня Божие, у Давида 50-й псалом Бог вынесек, так и из него этот канон для оглашенных. А нам нужно для спасенных. Первое прошение, второе благодарение, третье словословие. Вот я их возвел, по милости Божией, Тройстину. Ну и по третьей части, не сразу считать то и другое, а один за пепто. Это делает по порядку. Второй, третий. Не знаю, как вам. Вы меня хоть слышите? Да, прекрасно, слышим. Ну вот все, давайте вопросы. А вот что такое пророчество? Можно ли сбывшийся прогноз назвать пророчеством? Или все же пророчество это нечто конкретное, что Бог повелел донести до людей? Например, пророку Иоанне было велено сказать неневитянам о разрушении Неневии, что впоследствии исполнилось. Что такое пророчество? А много пророков было в то время. Почему апостол Павел и говорит, ревнуйтесь, чтобы пророчествовать? В другом откровении есть. Когда мы говорим, придет Господь, уже вот это я сейчас говорю, и будет суд Божий. Потещет огненная река. Так это слова Даниила. Это не имеет значения. Я сейчас пророчествую. Пророчество это проповедь, закидываем на будущее. Настоящее, прошедшее. Пророк Моисей был, да, Моисей? А он писал о прошлом, как Бог сотворил. Пророк это не то, что там предсказал, что с Украиной будет тяжело. А которые сказали о том, что все мы братья. Вот это не надо забывать было. А сатана радуется, что славяне друг друга поезжирают. Ну, вот так. Вопрос тоже такой, Игна Тихонович. Насколько же важно вставать рано? И как себя заставить приучить к этому? Ну, это не один вопрос. Давид говорит, я встану рано. Златоуз говорит, праведник ночь превращает в день. А ленивый, лежебокый, день превращает в ночь. Вот это Златоуз так сказал. Ну, я по этой теме могу кое-что сказать. Я стал внутри себя недовольным быть, что столько времени уходит на сон-то. И я его сократил до двух с полной часов. А вставать всегда. Здесь я встаю в 4.40, а в тюрьме в 4. Внезапно в 4 и встаю в 4, как будто кто толкнет. Ну, я считаю, ангел. А нет, прямо возле головы постучит. Вот почему надо. Чтоб до заката, пока мыслями не охвачена смутой, дневною душа, она должна предстать перед Господом. И издать в благодарность. Я вот в Потеряевке был каждую ночь. Ну, только если уже проливной дождь я не выходил. Я выходил на улицу со двора, когда вся деревня спит, и молился о всех. А когда звездное небо, там вообще молитва идет легко. Луна, звезды. Я вижу, как наращивается. Сегодня самый короткий день сегодня. Завтра и послезавтра будет. Самый короткий. И дальше уже дело повернет на прибыль. И вот я каждый день и все время искал Потеряевки, чтобы кто-то тоже вставал. Это нет, так и не нашел никого. Вот почему надо рано вставать. Я встану рано. Давид поет. Встану рано. Как рано, как гробу Господню пришли. Ну, и так понятно. Почему-то в народе считается, кто рано встает, живоронком называют. А который поздно, совой. А все-таки это разные птицы. Что интересно, Гитлер ночами работал. И Сталин тоже. Вот два змея одинаково понимали. А утром встают там в 11 часов. В 10. Чтобы успеть, пока с мутными сообщениями не охвачен разум. Свободно молиться. Чисто. Игнать Тихонович, когда бывает такое, что запланировал дела, а появляются в течение дня незапланированные дела, и ты одного часа тебе бывает не хватает, одного единственного в сутки. Как все успевать? Ну, надо успевать. Смотри, кое-что можно сократить. Кому-то доверить. Вот сейчас у меня помогают мои проповеди, которые я говорил в храме, перевести надо в буквенное выражение в Борде. Так как готовим мы пятитомник проповеди во свете Святой Библии. И нашелся человек, помогая второй, третий. А сегодня мне уже помогают 34 человека. Им я скидываю, а они там пишут. Теперь я выправляю, тоже надо будет смотреть. Работа такая непростая. Все, новые и новые люди. Вот, дорогая тут активная сестра. Она нашла за два дня четыре. Девора. Четыре человека на меня вывела сегодня. Я их уже снабдил по одному ролику, по одной проповеди. Игнать Тихонович, у вас уже 48 помощников. Еще там есть? Ну, я смотрю в списке, кто делает проповеди. 48 человек. Ну, потому что... Ну, это... Впереди-то еще много. Потому что это совсем... Это не я нашла, Игнать Тихонович. Это нашла Мария Иакимовна. Потому что... Я просто помогла с вами связаться. 38 томов моих книг, которые я издавал, они были изданы в последний номер 2010-го. А с того времени 13 лет. Я в то время иногда, во время одной службы, говорил две проповеди. А утром и вечером по две, это четыре. А бывает праздник где-то восемь. Восемь проповедей за неделю. А сейчас только по одному. Когда батюшки здесь нету, тогда я говорю. Ну, и он начал маленько считать Златоуста, остальные. Читает чтец Златоуста. Ну, вот по милости Божьей так. Получается у меня по одной проповеди на неделю 56 проповедей за год. Умножь на 13. Что получится? Примерно. Ну, даже 10 взять. 56 – это 560. Да еще три. Почти 580 проповедей, которые у меня не вошли в книги. И теперь в это новое издание мы можем их заложить. Надо готовить, и поэтому надо перевести. Ну, и все. Некоторые слова не поминают. Об этом ведает жена. У меня там говорится. Она тут переводила, говорит, я думаю, как он так назвал? Ведает, а ей послышалось ведьма. Ведьма жены. Она сама говорит, она даже как подкусила меня. Я смотрю когда где-то, они не знают, как я говорю, где не знаете, что там плохо слышно. Там вопросики ставьте, чтобы я обратил внимание. А так, как это говорил я, у меня это все во мне. Я сразу выправляю. Вот сегодня наткнулся только на один начал. Уже теперь начинаю заниматься с теми, которые вот сейчас дают. Я ее не закончил, но уже это занимает 27 страниц. То есть проповедь около часа была. Ну, а остальные там меньше. Ну, тут коснулось это. Необходимо было сказать все. Ну что? Еще нету? Братья, задавайте вопросы. Давайте, пока есть возможность. Игорь Михайлович, а вот вы как проверяете потом текст этой проповеди? То есть включаете видео и читаете текст или как? Ну, как видео? Они же присылают в буквенном выражении. Я открываю, как книга. Лента идет все в одной ленту. Но я ее считаю. Потом все это слагать как надо. Блать заголовки. В каком порядке это все Вячеслав будет делать. Но сейчас я не могу никого поставить. Самый хороший, который корректор, он не будет знать, когда пропуски там есть. А я их свободно заполняю. Хотя бы там предложения несколько нет. Ну, какая-то причина была, замкнула, когда запись шла. Я не пропускаю ни одного места. Все в падежах. У меня все время там кипит. Я вспоминаю это и дальше уже говорю. Вот у меня знакомый был, может, кто его слышал. Отец Александр Пивоваров, Новосибирский. Кандидат богословских наук. Талант, редкий талант проповеди. Мы у него три брата. Я брат Аким и еще брат у нас помоложе. У него на дому учились, проходили семинарский курс. Совершали службу там, все это уже делали. И вот мы с ним едем, там троллейбус. А ему говорит проповедь. Он прямо там, внутри это, едем. Транспорт. А что бы вы сказали? А я говорю, а что? Ну, сегодня вот чтение такое идет. Мне охота на чтение сказать. Представь себе, я никакого образования не имею. И он никогда не то, что там стыдился или что-то. Это с такой любовью все это было сказано. Я ему сразу начинаю говорить проповедь. Пока едем. Ну, в общем, я его сказал. И он выходит и начинает повторять. Говорит. Ну, еще там добавить еще что надо. Вот это не надо никогда. Вот я сейчас там ставлю какие-то стихотворения. Там подписи нету. Это одна из причин, что или я не знаю, или просто это я не хотел знать. Некоторые стихотворения, я просто не знаю, что это мое. А бывает, приходит там подпись, там газета Радонеж, такие православные газеты. Гляжу, моя подпись стоит. А я ничего даже не помню. Обычно подписываются под мои стихи. Кто-то берут и сообщает. Говорит, они прям публикуют стихи ваши и своим именем подписывают. А мне какая разница-то? Так Богу угодно. Я все равно еще за это не получаю. Это Господь делает, когда ты ему полностью все доверяешь. Да, Грибанов здесь нету его? Иван Грибанов. Он мне нужен сегодня. А где он? Тут не видно его. Так, а в Москве у нас кто еще? У кого книги остались там? Пятьсот. В Москве кто снял книги? У меня Николай Астахов. Николай Астахов. Но Николай Астахов, ты меня слышишь? Слышу. Я тебе доверяю. Крестину православию возьми. А у тебя есть проповедь в стихах? Четырехтомник. Нету. У тебя вообще нету? Вообще нету. Я денег тогда не накопил, чтобы купить. А у тебя новое издание, трехтомник Нового Завета есть? Да, у меня он хранится. И к истинному православию новое. Ну вот видишь как. Надо, чтобы взял это. Я же тебя просил, когда ты отцу Андрея Ткачева-то отнес. Сейчас нашел этого генерал-полковника. Я перед ними, который люди добро делали, или даже хотел бы. Мне нужно, чтобы поехали на Рогожское кладбище. И там митрополит Корнилий Старообрядческий. Ему книги подарить. Потому что эти книги вышли. Там два письма его у меня напечатаны. Он очень благодарен был. Прислал свою книгу. «Сто проповедей» митрополита Корнилия называется. Ну и попросил он пролецензировать. Ну я ему сказал. Вот это нельзя обращаться братья и сестры. Это ни апостолы, ни святые отцы никогда этого не говорили. А сегодня патриарх так говорит. Нельзя обращаться. Нигде в Библии этого нету. Златоуст на 12 томов ни разу не сказал братья и сестры. Ну и другое там ему показал. И он за все благодарит. Мне нужно, чтобы отнесли ему подарили. Мои книги. Ну тогда отпадает. Но если появится, как раз в воскресенье. Как-нибудь на меня выйдешь, он позвонил. А то я тут занят, да и ухожу. Вот так. Ну если ничего нет... Так мы можем вдвоем съездить с ним. Я ему позвоню и вдвоем съездим. Он стихи возьмет, а я... Ну уже, Николай, кто пойдет, чтобы взял к истинному православию, можно взять два номера. А и взял с собой даже свое личное. Четырехтомник проповеди в стихах, но только не отдавать. А потом, когда он это возьмет, посмотрит и скажет, а вы хотели бы получить и показать. Если он скажет, да, тогда подарить. И потом вот это издание Нового Завета, нами изданное, последнее, которое было, точно так же спросить. У него, видимо, есть. Спросить, вам надо или не надо? Если он скажет, да, тоже тогда вынуть и отдать. Сразу только отдавать вот это к истинному православию. Все понятно, хорошо. Так ему передайте. Передайте. Тут упущение было сделано, что я сразу не сказал. А сейчас стал просматривать, и гляжу там два письма, сфотографированные его, митрополита Корнилия, ко мне. Ну что, никого больше нету. Это хорошая погода. Слава Богу. Я хочу спросить здесь, вот, Ермолин Антоний, как, разобрался? Да, разобрался, Игорь. Так, у нас порядок такой. Возьми там в руки. Остальное, чтобы было видно, фотографии три пришли нам. На меня и на Елену. Фотографии. На фоне того, что получил. Это такой порядок у нас везде. Сразу не сказали. Это непременно нужно. Ну и... Это у нас готовится книга, он попадет туда, эти снимки. Ну вот, как будто бы все. Да главное, она отправила 201 килограмм. Книги-то. Или она-то проходит... Сколько-то дней, она почти на 200 килограмм опять отправила. Нынче Киевскому православию по одному экземпляру не продается. Только они запечатанные. Они буквально спаяны там, с целопаном. Три. Три можно брать. Таких до шести... Тех, которые скажут, куда они будут, кому там и проще. У нас скопилось много. Надо срочно растягивать. Вот. Подарить можешь. С нами рассчитайтесь, а это дарите сами от себя. Не за наш счет. Потому что у нас готовится... Это больше размером будет, а корочки шире. Шире и выше. И это пятитомник. Там заваливают за такую сумму, голова кругом пойдет. За четыре с лишним. Вот так. Игнат Тихонович. Да. У меня ведь не так много книг-то. Я могу по одной выдавать. Мне несложно. Или тоже по три только. Повтори. У меня книг не так много. Я могу по одной выдавать людям. А то они закончатся быстро. У меня есть и по три. Три? А какие ты считаешь три? Есть к истинного православия. У тебя сколько? Три? Нет. Он говорит, могу. У меня книг немного. Могу я выдавать по одной книге, а не по три. Выдавать? Ну, если люди будут покупать книги... Покупай. Можно по три. Но только все продавать. Он говорит, по одной. По одной. По одной можно. Вы рядом. Я к тому, что на почту ходить. Полдня проводят за одной книжкой. Это не годится. Я-то не хожу. Курьер. На машине. Ехать надо. Это же не так, что приехал бы почтальон отдал и все. И почтовые расходы всегда мы учитывать должны. У нас-то ничего нет. Ну, вот так. Все пока. Можешь по одной продавать. 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 Потому что, если не платил за них, заплати, а потом распоряжайся. На меня все вешать не надо. У меня и так тут столько заботы. Мы так делаем. Кто хочет купить, я говорю, Елене, оплатите, и я вам выдам. Они платят, показывают, что оплатили. Я выдаю. Что-то у тебя далекий микрофон, плохо слышно. Ладно. Мы говорили, спрашивали не раз, как насчет Десятины. Можно ли на Десятину? Можно. Но эти книги нельзя ни продавать, ни дарить. Только священникам дарить. Архиереям. Диаконам. Патриарху. Вот так. Я был в Ватикане, подарил свои книги Франциску и Венедикту. Ну и что, молиться будем? Да, назначайте тогда. Хорошо. Внимательно слушаем. Так. Хорошо. Ага. У нас болеет Лидия там, Амалашвили. Или здесь она? Лидия, Амалашвили, здесь нет? Нету. Так. А Любовь, говори, она здесь? Тоже нету. Опять здесь. О, это кто? Банарина. Любовь, Банарина. Ну, вы знаете, что здесь заканчивается занятие. Братья тут пропоют. Кто тут ведущий есть достойно. И сразу начинайте молиться. Поблагодарите Святую Троицу. Кратко. В конце. И о немень. И кто согласен, обязательно говорите Аминь. Мы делаемся участниками этой молитвы. Ну, все тогда. Во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Достойно есть Акова истину. Блажите Тя, Богородицу. Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим. И славнейшую без сравнения Серафим. Безысления Бога Слова Рошую. Сущую Богородицу Тебе величаем. Господи Иисус Христос, благодарю Тебя за большую возможность участвовать в занятиях. Получаться в Слове. Господи, это Ты так делаешь. Собираешь нас всех вместе. Просвещаешь Духом Святым. Научаешь Слову Божию. Благослови, Господи, собирать нас на занятия и в будущем. И приумножь еще в наше общество, еще учеников и верующих, искренне любящих Тебя, Господи. Благослови нас слышать Слово и быть верным Ему. И благодарю Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Спаси Христос. Спрашивайте ролики, которые переводить в письменном виде, пока есть возможность. Прямо на меня. Выходите, пишите, я выдам в течение одной минуты. Ну, все тогда, слава Богу, отхожу. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо.